Жанр диаблоподобных экшен-РПГ всегда был не только про то, как одинокий герой переводит на фарш толпы нежити и демонов, он ещё был и про то, как тот это делает в компании с другими игроками, или же сражаясь против них. Да, в этом жанре мультиплеерная составляющая всегда играла огромную роль. Не случайно такой популярностью сейчас пользуются, например, Path of Exile, Warhammer 40 000 Inquisitor Martyr и Grim Dawn. По тому же пути пошли и авторы Guardians of Ember, смешивающие хэк-н-слэш и традиции MMORPG. Мы поучаствовали в бета-тесте и спешим поделиться впечатлениями. Про сюжет Сюжет в Guardians of Ember поначалу кажется слишком уж шаблонным. Есть Олендрил, человеческая империя, которая находится в союзе с эльфами, гномами и местными феями под названием Найя. Да, как водится, вокруг них сплошное зло, гоблины, нежить и прочие монстры, которые поклоняются темным богам. Естественно, начинается все с вторжения этих злодней, а нам предстоит разбираться с ними. Соответственно, программа мероприятий примерно ясна. Отбиваем атаки гоблинов, последовательно ищем и уничтожаем лидеров их кланов, спасаем мирных жителей, вызволяем их из клеток, пытаемся вовремя доставить раненым медицинскую помощь, передаем донесения на передовую и зачищаем многочисленные рандомно генерирующиеся подземелья, а их в Горянцев Эмбер под 60 штук, и расположены они в 58 различных регионах мира Олендейл. Однако потом, после того, как будет отбито это нашествие, начинаются и более интересные вещи. Нам, как титульному хранителю Эмбера, это герои с особыми магическими способностями. Надо участвовать в каких-то внутриполитических разборках, отчитываться перед Сенатом, служить принцу, арестовывать высокопоставленных чиновников и исследовать трущобы огромного города, пытаясь предотвратить восстание, выискивая зачинщиков с муты и охотясь на агитаторов, которые мутят и без того не особенно чистую воду. Да и во время обычного вроде бы исследования мира, когда мы бежим раздавать люлей очередным гоблинам, вполне можно наткнуться на что-нибудь нетривиальное. Например, сойдя с сюжетной тропинки, вы встретите на кладбище грустных мертвецов. Один попросит достать ему вина, чтобы расслабиться и не видеть всю эту суету и грязь вокруг. Другой захочет вернуть половину своего тела, слопанного огромным крокодилом. А третий, представляющий собой просто груду костей в клетке, естественно попросит найти ключик от этой самой клетки. В общем, не соскучишься. Мир большой, квестов много, да и диалоги прописаны не для галочки. Персонажи тут любят поболтать. Про генерацию персонажа Но прежде чем отправиться навстречу приключениям, нужно создать своего персонажа. И тут Горианс of Ember тоже демонстрирует неплохие возможности. Мы выбираем расу, пол, класс, внешность, прическу персонажа, ее цвет, размер тела, форму головы и так далее. Раз, как вы уже поняли, четыре — люди, гномы, эльфы и миниатюрные найя. У каждой народности прописан свой бэкграунд и свои мотивы в этом крестовом походе против сил зла. Люди, например, как самая многочисленная раса, хотят доказать свою лояльность и восстановить империю. Гномы отважно сражаются за возвращение своей родины, сокрытой в горах. Эльфов заботит прежде всего баланс между добром и злом. А изящные умные найя, как находящиеся в изгнании дочери леса, вынужденно присоединились к союзу, только после того, как зло добралось и до них. Для каждой расы доступно шесть классов. Дарк Найт — это рыцари, которые начали экспериментировать с более экспериментальными методами обучения, и в итоге до бесчеловечного совершенства овладели темной магией, чтобы противостоять и управлять силами зла. Обычные же рыцари — это самый сбалансированный класс, сочетающий ближний бой и оборону, физические и святые атаки. Именно они, как правило, находятся на передовой. Рейнджеры, как водится, обычно используются в качестве разведчиков и полагаются на партизанскую тактику и свои мощные луки, обожая расстреливать врагов отравленными стрелами. Священники, они же присты, всеми силами стараются защитить свою веру, а для этого активно молятся прямо в бою, исцеляют и вдохновляют союзников. Ну и, естественно, в их арсенале есть много разных калечащих заклинаний. Еще больше их у магов, которых тут еще называют арканистами. Именно они были теми любопытными варварами, которые начали изучать магию, когда она только впервые появилась на просторах Империи. Не все пережили это увлечение, ведь освоение тайных магических искусств может повредить не слишком сильный и дисциплинированный разум. Зато те, кто пережил и освоил, превратились в могущественных чародеев, способных стать самой страшной угрозой на поле битвы. Наконец, есть еще Инженер — один из самых интересных классов в игре. Он специализируется на создании ловушек и даже автоматических турелей, предпочитает поддерживать своих товарищей на расстоянии и при этом способен подлечивать союзников по команде. Получается очень интересное сочетание лучника, преста и технаря с охапкой бомб и пистолетами за пазухой. Про ролевую систему То, какое сочетание расы и класса вы выбрали, прямо влияет на игровой процесс. В зависимости от этого, вам сразу сообщают, насколько сложно будет играть этим персонажем. Отдельно это просчитывается для сольного прохождения и для игры в команде, какую роль на поле боя ему лучше выполнять, например, танк или поддержка, и как будут развиты его стартовые характеристики. Интересно, что в самой игре, зарабатывая опыт и получая новые уровни, мы прокачиваем не эти, а другие параметры. Они называются «Храбрость», «Кровь», «Престиж», «Фокус». Например, «Престиж» увеличивает шансы критического удара, «Фокус» — скорость атаки, а «Кровь» — урон от темной магии, но не только. Кроме того, у каждого класса, понятно, имеется набор разномастных умений на все случаи жизни. Тут тоже все не банально. Во-первых, многие умения открываются по мере того, как вы убиваете и выполняете задания при соблюдении определенных условий. Во-вторых, каждую способность можно прокачивать в двух альтернативных вариантах. Добавить, например, бонус к урону или к восстановлению энергии, заторченной на его использовании. В-третьих, по мере прокачки навыка открываются его опять же альтернативные варианты. И обычная граната, которую вы бросаете во врагов, чтобы покалечить их, может превратиться в гранату медицинскую, способную лечить союзников. И тут уже вы сами решаете, что из этого повесить на горячие клавиши. По достижении определенного уровня появится возможность выбрать и второй класс со своими способностями. И тут уже придется еще больше думать и решать, какого персонажа и с какой комбинацией умений вы хотите развивать. Но и это еще не все. У каждого класса, помимо активных, есть и пассивные способности, которые также открываются при получении определенных уровней. Например, инженер на 10 уровне получит навык «Ремонтные части». Если сделать его активным, то из монстров вы будете вышибать не только мозги, но и ошметки крови, которые подлечивают и вас, и ваших союзников. На 25 уровне откроется навык, увеличивающий шанс критического урона при использовании дальнобойного оружия. А на 28 станет доступен скил, повышающий уровень здоровья и шанс блока, если наоборот деретесь чем-нибудь холодным и острым в ближнем бою. Навыков таких много, но активными могут быть только два. Вот вам еще повод поломать голову, какую тактику в развитии персонажа и, соответственно, прохождении выбрать. Про геймплей Вообще играется Гардиан Завембр в целом интересно и приятно. Тут симпатичная графика, атмосферная музыка, зрелищные сражения с фейерверком заклинаний, умений и спецэффектов, много разных видов врагов, сильные боссы, из которых вываливаются грудо-разноцветной экипировки — обычной, редкой и легендарной. Когда инвентарь заполнен этим до отказа, можно через свиток портала телепортироваться в город и продать ненужное торговцам — классика жанра. Вы можете избивать врагов в гордом одиночестве и даже в одиночку проходить подземелье, во всяком случае в первый раз, когда доступен только стартовый уровень сложности. Но никто не мешает общаться с другими игроками, которые бегают рядом с вами, пригласить их в друзья или позвать в свою партию. Это особенно полезно во время сражений с боссами и в ходе зачистки подземелий на более высоких уровнях сложности, когда и враги сильнее, и награды лучше. А можно и на дуэль вызвать. В Гадиан Савембер PvP этим, впрочем, не ограничивается. На специальных аренах можно также устраивать побоище в формате 3 на 3 и 5 на 5. На месте и ежедневные задания, и крафт, и зачарование предметов, и рыбалка. Ну и, конечно, никуда не делись гильдии, рейды и случайные публичные события, когда, например, на карте для всех игроков активируется общий квест, заставляя всех совместно уничтожать какие-то тотемы или кидать бочки с порохом в схроны с оружием. Выполняя всё это, сражаясь и побеждая, мы постепенно проходим разные испытания в духе «убей 500 монстров», «зачисти три рандомных подземелья» и так далее, и получаем за это не только чувство глубокого удовлетворения, но и вполне осязаемые награды в опыте и деньгах. Есть тут и обязательные в таких случаях ездовые животные, и ручные зверушки, которые будут собирать за вас весь лут. Помимо обычных денег и опыта, можно зарабатывать особые виды валют, за которые продаются более крутые вещи. Что-то, конечно, продаётся во встроенном премиумном магазине за реальные деньги или закупленные на них кристаллы, но сейчас, на стадии беты, какого-то жёсткого доната мы не заметили. Более того, наборы с теми же домашними животными или, например, с крыльями, которые увеличивают скорость персонажа, сейчас вообще отдаются бесплатно. Про уникальные особенности В общем, вся обязательная в таких случаях программа на месте и в целом реализована неплохо. Но при этом в Гадиан Совембер нашлось место и для собственных фишек. Например, тут есть интересная система бестиария. По мере того, как встречаете разных врагов, изучаете их и получаете особые карточки с информацией о монстрах, заполняются соответствующие разделы в бестиарии, а вам за это дарят разные бонусы. Кроме того, в этой игре вы можете не просто получить в своё распоряжение дом и всячески обустроить его предметами декора, покупая кровати, шкафы, канделябры, резные столы и массивные стулья. Тут ещё можно нанимать домашних работников, которые будут для вас собирать разные ресурсы на вашем приусадебном участке. Правда, для этого предварительно придётся на нём что-нибудь посеять и вырастить, найдя или купив нужные ингредиенты. Работничкам можно дарить подарки, чтобы работали эффективнее. А ещё можно покупать в дом особую мебель, которая будет давать бонусы к опыту вашему герою. Что в итоге? Да, авторам Гарриан Завембер есть ещё над чем работать, а необходимость вместе с другими игроками стоять и ждать, когда отреспавнится квестовый босс, кто-то посчитает атовизмом из прошлого, от которого в этом жанре, впрочем, трудно избавиться. Но в целом игра выглядит приятно и интересно. И если вы точно знаете, зачем и куда пришли, и готовы смириться с некоторыми неизменными в таких случаях условностями, то обязательно получите от происходящего свою дозу удовольствия. Субтитры создавал DimaTorzok